Уважаемые дамы и господа, товарищи, я понял, что цель этой конференции донесение до вас каких-то аргументов, фактов, которые вы сможете использовать эффективно в вашей электоральной работе, если я правильно понял. Поэтому я немножко изменю направление своего дискурса, вот той информации, которую хочу донести до вас, и сделаю ее более популярной, если так можно выразиться. Во-первых, для вас было бы интересно и хорошо знать, что возобновляемая энергетика, возобновляемая энергия – это не решение проблем, не решение проблем энергетических проблем, а как один из элементов диверсификации энергии в той или иной стране, в той или иной области. Она должна быть обязательно, но это не решение стопроцентное этой проблемы. Начали решать эту проблему, дай бог памяти, то ли в 2004 в конце года, то ли в конце 2005 года. Я год точно не помню. И история была следующей. Президент Воронин поручил, к примеру, Тарлеву разработать стратегию возобновляемой энергии и сохранения энергии ее экономии. Тарлев дальше по цепочке поручил это президенту Академии наук Дуки, и дальше Дука это поручил Академику Канцеру. Ну, была создана рабочая группа, и эта рабочая группа подготовила первый в нашей стране документ, который разработал направление, стратегию развития возобновляемой энергетики и технологии и стратегию сохранения энергии, ее, как тут было сказано, оптимального использования. Начали за здравие, но, к сожалению, завершили эту тему за упокой, потому что в прошлом году, в 2013 году, была принята новая стратегия в этой области, и, если можно, как будущей власти, как будущему руководству страны, пожелать вам не делать таких обещаний, с которыми приходит Министерство экономики и министр Лазер в частности. Цитирую из этой самой стратегии. Национальная программа развития до 2020 года предусматривает создание новых генерирующих мощностей электроэнергии, конкретно электроэнергии, на базе возобновляемых источников, ветровой и солнечной, в объеме 400 мегаватт, что должно покрыть 16% из всего прогнозируемого потребления электроэнергии в стране. Эта задача настолько невыполнимая, ну вот, чтобы вам было понятно на примере, да. Вот представьте себе, что мы находимся в электоральной компании, и я выхожу перед вами и говорю, выберите меня, потому что я обещаю, что каждый пенсионер будет получать пенсию тысячу евро. Вы, как здравомыслящие люди, тут же в уме перемножите тысячу евро на 700 тысяч пенсионеров, и переведете эти 7 миллиардов евро в леи, и скажете, да ты, дорогой, не очень-то дружишь с головой, потому что 7 миллиардов евро это 11-12 миллиардов леев, а весь бюджет социального страхования годовой меньше вашего месячного бюджета, который вы обещаете. Так вот, то же самое записано в национальной стратегии по энергосбережению и в альтернативной энергии до 2020 года, и принята она в прошлом году. Это полностью дискредитирует эту идею. Теперь второй момент, который очень важно, наверное, вам будет важно знать. В структуре энергопотребления в Молдове, ну, можно, да, вот, скажем, расписать цифры вот следующим образом, что мы покупаем натуральные газы, мы покупаем нефтепродукты и покупаем электроэнергию за рубежа, и немножко генерируем электроэнергию у нас здесь. Так вот, суммарно, мы покупаем электроэнергию на Украине или в Украине на 58 миллионов долларов, газа на 430-420 миллионов долларов в год, и нефтепродуктов на 620 миллионов долларов. Так вот, в диверсификации и собственном производстве электроэнергии на основании возобновляемых источников, очень важно понимать, что вот эти суммы, если мы просуммируем, то это вклад в дефицит торгового бюджета, который, баланса, который у нас на сегодняшний день есть. Мы на сегодняшний день продаем за рубеж товаров и услуг на 2,2 миллиарда долларов, а покупаем на 5,2, то есть 3 миллиарда долларов мы потребляем больше, чем производим. Производим. Да, эти деньги закрываются за счет гастарбайтеров, но, как вы заметили только что, я процитировал три цифры, стоимость импортируемых энергоресурсов, оно фактически составляет одну треть от дефицита торгового баланса. То есть это очень важно заниматься этим вопросом, этой проблематикой, для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность страны, энергетическую безопасность страны. Теперь несколько слов, собственно, по теме возобновляемой энергии. К большому сожалению, некоторые мифы не обеспечены просчетами, не обеспечены технико-экономическими обоснованиями. В Молдове производить энергию на основе ветровой и солнечной энергии напрямую пока невыгодно. У нас недостаточно ветровой активности и недостаточно солнца. Чтобы вам было понятно, что при инверсировании одного типа энергии в другую теряется часть энергии. Так вот, если сделать по французскому типу электростанции солнечного типа, количество энергии, падающая на зеркало, отраженная на коллектор, там, где нагревается пар, дальше этот пар куда-то поступает, крутит какую-то турбину. Каждый раз одна форма энергии, энергия фотонов, инверсируется в тепловую энергию. Тепловая энергия, я заканчиваю, это, я к чему, я это к тому, что, чтобы было понятно, что 100 киловаттов солнечной энергии, упавшие на зеркало, инверсируется в конечном итоге всего в 7 киловатт час электроэнергии. Из 100 киловаттов энергии солнечной мы получаем всего 7 киловатт час электроэнергии. Так вот, в силу вот этих всех сложностей и каких-то просчетов того опыта, который есть в мире, для Республики Молдова единственным экономически выгодным проектом в области возобновляемой энергетики это биоэнергетика. То есть, популярно, мы можем взять весь мусор биодеградабельный, то есть мусор, который содержит в себе углерод в той или иной форме. Можем взять какие-то растения, которые могут расти и на землях не самой лучшей категории, но которые дают в результате очень большую биомассу. И в результате анаэробного ферментирования перевести этот углерод в углеводород, в метан. И этот же газ использовать. Так вот, такой проект была попытка сделать. Опять-таки, не знаю, повезло вам или стечение обстоятельств, что это было при вашей власти. В ценсоренах был запущен первый подобный проект, который решал две проблемы. Проблему парниковых газов, потому что метан обладает очень ярко выраженными парниковыми эффектами. И получение из этого метана или биогаза, потому что он смешан с диоксидом углерода, получение электроэнергии прямо там, непосредственно в ценсоренах. Ну, нынешняя власть успешно и этот проект загубила. Поэтому, ну, вот так вот оно бывает. Завершить тему, связанную с возобновляемой энергетикой, хочу только вот одной рекомендацией. То, что сто раз перепроверяйте, пересчитывайте те аргументы или те посылы, с которыми приходят ваши оппоненты. Потому что вот как с пенсии в одну тысячу евро это не может быть возможным, потому что нет таких денег, нет такого бюджета. Вот так и в энергетической безопасности и в диверсификации энергии, также многие вещи декларативные не могут иметь места быть, потому что они не обеспечены экономической целесообразностью. Большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...